Саня, я предлагаю от таких веселых новостей перейти к более серьезной теме, теме строительства. Как ты к этому относишься? Я только за. Тем более у нас уже находится гость Юрий Прихожанов, временно исполняющий обязанности начальника службы Государственного строительного надзора Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро. Ну, я начну, пожалуй, с самого главного. Я вот хочу построить дом, например. Что мне для этого нужно, с точки зрения документов? В первую очередь, для того, чтобы построить индивидуальный жилой дом, либо садовый дом на садовом участке, нужно иметь право устанавливающий документ на земельный участок, который в виде разрешенного использования будет соответствовать планируемому строительству. То есть индивидуальное жилищное строительство, ИЖС. Да. Либо это для садоводства. Земельный участок должен иметь в первую очередь. Второе, что необходимо, представить для себя, какие контуры здания он планирует построить. Эти контуры он отображает на схеме, которая подает вместе с уведомлением в службу Государственного строительного надзора. Служба рассматривает все строительные параметры и ограничения, в рамках которых имеет право каждый гражданин построить свой объект и регистрирует данное уведомление. Это и есть ГПЗУ, так называемый градостроительный план участка? В данном случае здесь упрощенная форма. ГПЗУ получать при данном строительстве не нужно. И достаточно подать лишь уведомление о планируемом строительстве со схемой расположения данного объекта. Насколько я знаю, там же есть строгие правила, что, допустим, 3 метра от забора, не ближе метра к дороге. Да, есть в настоящий момент действующий свод правил 42. Могли бы какие-то основные из них рассказать, самые такие интересные? В первую очередь нужно соблюдать добрососедские отношения со своими соседями и землепользователями по смежным участкам. Это, в первую, и провожить уважительную, скажем так, беседу со своими соседями, для того, чтобы не возникало конфликтных ситуаций. Если так много обращений в службу поступает, именно не соблюдается отступы от границы межи соседнего участка, либо строят впритык к существующему зданию, не соблюдается пожарной нормой и так далее. Основными требованиями, которые указаны для соблюдения каждому застройщику, застройщиком может являться любой гражданин, это свод правил номер 42, где основные есть ограничения по строительству. Это отступ от границы смежного участка 3 метра, хозяйственная постройка не более 1 метра, противопожарные нормы, говорящие о том, что существуют здания на смежном участке не менее 6 метров. То есть это основные тезисы. А также есть у нас еще ограничения, которые регламентированы каждым муниципальным образованием в частности. Например, Большая Ялта и Ялта в частности имеют свои особенности, градостроительных параметров и ограничений. Тут нужно поставиться себе вопросом, в каких параметрах вы можете построить данный объект. И если гражданин не знает этих, скажем так, ограничений, он может запросить муниципального образования, информацию данную, либо зайти на сайт службы госторонадзора в том числе и узнать об этих ограничениях. Юрий Владимирович, у нас в Крыму, например, земля, она действительно очень ценная. Конечно же, люди не хотят разбрасываться даже лишними сантиметрами и поэтому строят впритык. Как Вы сказали, большинство жалоб поступает именно на эту тему. Что в итоге сулит этим людям, которые, например, выдержали границу не 3 метра, а 2 или 1? Я бы хотел сразу всех предостеречь, чтобы все застройщики, в том числе и физические лица, соблюдали горостроительные нормы и ограничения. Почему? Чем это чревато в дальше? Когда будет выявлен факт, что объект построен с отклонением от предельных параметров, объект признается самовольно построенным. Человек не сможет ни распоряжаться правом, ни регистрировать право на объект недвижимого имущества, продавать, дарение делать и так далее. То есть он будет ограничен во всех, грубо говоря, спектрах, и право собственности на данный объект он не зарегистрирует. Ну хорошо, но если человек не планирует продавать или кому-то дарить, то есть он дальше может спокойно жить? 222 статья Гражданского кодекса Российской Федерации говорит о том, что объект, который построен самовольно, эксплуатироваться не может. Если гражданином будет эксплуатироваться данный объект, который построен как объект самовольного строительства, муниципальное образование будет в серые чаги для того, чтобы через судебные органы воздействовать вплоть до запрета эксплуатации данного объекта, через обеспечительные меры. Я наверняка знаю, что вы владеете страшными историями, страшилками такими, как сносят экскаваторами дома. Могли бы поделиться? А что, есть такое? Есть такие истории? Я на самом деле сейчас занимаю пост временно исполняющего обязанности начальника службы государственного строительного надзора. Ранее занимал, похоже, такую же арководящую дулость в городе Севастополе. В городе Севастополе у нас такая практика была в принципе налаженная, сносили даже 16-этажные объекты, то есть уже построенного объекта в высокой степени готовности. Я думаю, в службе госторонадзора Республики Крым постараемся выстроить таким образом работу, чтобы к таким инцидентам мы не подходили. Но у нас есть, так сказать, претенденты, такие дома к сносу? Объектов самовольного строительства на территории Республики Крым большое множество. Какой процент? В процентном соотношении я вам такую цифру сейчас, тем более властную информацию. Но больше 50, больше половины? Не скажу, но порядка 950 объектов мы выявили только в ходе последнего третьего квартала этого года. Это многоэтажки в том числе? В том числе и МКД. Игорь Владимирович, к сожалению, время беседы вот так вот коротечно прошло, но мы вас так просто отпустить не можем. Поэтому мы вам предлагаем снова сфотографироваться. Да, с удовольствием. Для этого вам надо пройти в нашу фотозону, да, необычная, как вы понимаете, она всем своим видом напоминает, где мы находимся, в телевизоре. В прямом и в косвенном смысле теперь. Ну и поэтому предлагаем именно здесь и сделать памятную фотографию. Я предлагаю вам смотреть прямиком на эту камеру, которая перед нами. На центральную. Да. И улыбаться активно. Улыбаться. И когда я скажу насчет три, сказать слово «цифра». Раз, два, три. Цифра. Цифра. Цифра.